добрый день сегодня 6 сентября 2020 года воскресенье 4 часа 5 минут мы едем в город корта модера тренироваться как сдавать самое так я включил видеокамеру ром и и сегодня взял с собой не тёрн будешь делать да да вот тут вот как раз право дорожного движения на русском это называется разворот разворот поэтому поход пару ошибок нашел не знают или перевод такой или на самом деле ошибка вот это справа в машину додж стоит грязные кошмары мне штраф вот удивиться владелец когда придет видеть штраф тикет называется так в сан-франциско машин было полно троих такой медленный был а ты был тогда ну я же ехал из ричмонда нас на сан-франциско говорю на сан-франциско понятно дорога забитая здесь удар дорог закрыта это улица канализации что-то меняют ну ничего ты передал фиш за задом ты можешь стукнуть чуть-чуть вон ну все нормально я значит ночью у меня окна были открыты в моей комнате жилой комнате там сколько два больших окна длинные такие ну и на кухне тоже два окна утром встал закрыл все окна чтобы температура сохранилась моей комнате было значит 24 градуса на улице больше а сейчас посмотрел на улице хопа 39 градусов кошмар волн открытие вообще 43 да да вот в ливерморе тоже очень жарко 43 санта розе жарко тоже 43 так да отлично да батарейка полный у тебя у меня сотовый телефон вон он стоит на подставочке он не запитан вот аккумулятора powerbank заряжается вообще нужно как-нибудь купить солнечный powerbank даром только зачем ну вдруг электричество не будет дома и все и чё ты будешь делать телефон перестанет работать наше время ко всему надо быть готовым в трудное время мы живем так нам-то хорошо можно кондиционер машине сейчас включен охлаждает а вот бездонным который в палатках ой-ой-ой-ой дай да мексиканка который со мной живет на этаже взяла зачем-то кошка открыла на кухне я подошел оттуда воздух это самое горячий горячий идет я думаю ничего с меня его закрыл сразу так мы едем по улице университет вертли на виадук въехали сервис вернем направо не вам что-то на фиг вей видишь на на сан-франциско это самое да и здесь нужно постоять и ждать зеленого света напрасно не включили от зеленый для тебя напрасно не включили светофор потому что драйфт неплотный так пятьсот восьмидесятый вест фри вей восьмидесятый кист здесь одна дорога два названия фибея да да один раз я еду на прошлой неделе вечно а на университете где съезд смотрю впереди горят шесть факел свечей красных я думал что они горят подальше чем съезд с фри вей оказалось съезд с фри вей перегорожен ну что пришлось поехать дальше на эшбе съезд всегда нужно знать запасной вариант когда я учился в колледже в мэри на горах там поехал один раз смотрю а дорога закрыта боже мой что делать я только эту дорогу и знал ну тогда у меня навигатора не было но я все-таки выкрутил сам съехал там поездил поездил и заехал на доехал до колледжа а еще раз еду на этой неделе смотрю знак висит ну вот такло горит что там ближайшие три полосы закрыты а где закрыты на каком фривейме не знаю здесь всего три полосы я понял что на Сакраменто закрыты три полосы там какие-то вот и и вам и вот все вот и и все и и и и и Кадрина, там Гену живет, Галя. В этом году дождей там не было, грибов нет. Гену ездят на мотоцикле в лес за ягодами. Очень много брусники в этом году и черники. Дом у них содержится в идеальном порядке. Крыша хорошая, покрашен. Холодильник двухкамерный, высокий такой. Я не знаю, это и отечественный, или импортный. Таня отдала Гене с Галей. Они им пользуются. И также кровати, ну, мебель, в общем, куда. Гену грузовик нанял и перевез ее из Горького в Солошадку. Галя и Гена, они близнецы. Галя заикалась с детства. Ну, Ген кончил школу-то 8 классов с одними пятерками. И потом поступил в Горьковский авиационный техникум. Но почувствовал свободу, начал гулять, нифига не делать, но его выгнали оттуда. За неуспеваемость. Потом он уехал снова в Шадрино, закончил 10 классов, и его призвали служить в группу советских войск в Германии. А тут он в деревню даже не заезжал вообще. Звербовался в Норильск. На угольную шахту. Там работал, но там зима длинная, полярная ночь, зарплаты большие, скучно. Он мне говорил, я могу пойти в ресторан и 100 рублей проесть за вечер. Проесть, пропить. Вот. Ну, он работал электриком там. И, видимо, по пьянке рог куда-то сунул в какой-то механизм. Ему раздробило, по-моему, правую рогу, что ли. Или обе, или не знаю. Но он курил. И не мог кровать спичь. В общем, Сависович с двумя руками держал между ног. Но сейчас он курить бросил. И уже 20 лет как не пьет. Вот. Ну, Галя быстро вышла замуж. Она уехала в город Заволжск. 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 Там, на берегу моря, там, рядом с Кинишмом, там, город такой Кинишмом. Устроилась на работу, на фабрику, где носки делают. Заделывает носки, носков. Патология. Профессия называлась кетельщица. Она быстро вышла замуж. Нормальный мужчина, украинец. Реглама твоих детей. Но он умер. Ничего, я тоже не знаю. Вот. Ну, у Галли двое детей. Значит, по-моему, Саша и Дёша, что ли. Один служил в Афганистане. А другой в Чечне. Их там контузило. Вот. Так что, это чувствуется и поныне. Ну, у одного из них машины есть в деревне. В общем, моя сестра хотела поехать на кладбище рядом с деревней Решетники. Там, между деревней Решетники и Абакнова, среди поля, есть, было небольшое кладбище. Могил их шесть всего. Там моя бабушка похоронена, папина мать. Вот. Но потом решили не ехать, потому что сколько лет там прошло уже. Наверное, всё там свалилось напрочь, ничего не найдёшь. Вот. Так. Едем. Скоро будем подъезжать к мосту. И к линии сбора денег за проезд. Мы сейчас там всех сборщиков денег уволили. И у кого есть приборчик приём-передачи FASTRAC, вот он рядом с телефоном, закреплён такой небольшой. В общем, если у него такая есть, его, кстати, бесплатно высылают. Да, Рома? Да? Не знаю. Ты не помнишь уже? Я покупал или бесплатно? Бесплатно его, по-моему, высылают сейчас. Раньше в Кост подавали, но это уже не первая модификация, сейчас он какой-то узкий такой. И там есть переключатель, выбирать, сколько пассажиров в машине. Один, два, три. Ах ты, как это? Ну, она дымка. Так, снижай скорость. Снижай скорость. Да-да-да. Танкер, наверное. FASTRAC, полный. Но если у тебя нет этого транспондера, слушай. Что там такое? Пробка на мосту-то. Да? Медленно поедем, значит, да. Вообще-то... Пассаж, что ли, закрытый? Или там авария какая-то? Ха! Вот этот номер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!